В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Вакцинация на дому. Мобильные бригады медиков выезжают к тем, кто самостоятельно не может посетить прививочный пункт. Это удобно для пациентов и мы идем им навстречу. Состоялось первое заседание комитета по развитию и поддержке индустрии красоты при торгово-промышленной палате муниципалитета. Мы хотим познакомиться с бизнесом, который связан с индустрией красоты, потому что знаем, что у вас есть определенные проблемы. В историко-культурном центре открылась выставка под названием «Удивительный мир космоса». Ты смотришь на эти работы и вместе с ними хочется взлететь. В Ленинском городском округе прививку от коронавирусной инфекции сделали уже свыше 10 тысяч человек. Но этого еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Поэтому мобильные бригады медиков раздвигают горизонты своей работы и выезжают на дом к тем, кто сам не может посетить прививочный пункт. Наша съемочная группа отправилась с врачами по одному из адресов. В амбулаторию поселка Развилка постоянно поступают заявки от пожилых людей на проведение вакцинации на дому. Особенно такая услуга необходима маломобильным пациентам. Я считаю, что особой разницы между тем, где вакцинировать пациента дома или в амбулатории, разницы нет совсем. Это удобно для пациентов, и мы идем им навстречу. Сделать прививку помогут участковый терапевт и процедурная медсестра. Мобильные бригады подготовят все необходимое для вакцинации и в комфортных условиях приведет манипуляцию. Хотя они находятся дома и считается, что они нигде не заразятся, но родственники, знакомые, которые приходят, они являются переносчиками. Очень часто бывает, что они заболевают и в очень тяжелую форму. Для 61-летней Тамары Чусовой возможность выйти из дома практически нереальна. Проблемы с позвоночником резко определили умную, красивую женщину в категорию маломобильных граждан. Да еще 13-й этаж и постоянно неработающий лифт совсем не оставили шансов. Поэтому пенсионерка направила заявку в местную амбулаторию на вакцинацию в домашних условиях. У меня очень много заболеваний, и больше я не хочу других заболеваний иметь. Через 21 день мобильная бригада приедет к Тамаре Михайловне снова. И тогда защита от опасной инфекции будет стопроцентной. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В администрации Ленинского городского округа состоялось первое заседание Комитета по развитию и поддержке индустрии красоты при Торгово-промышленной палате. В нем приняли участие более 15 владельцев и представителей салонов красоты, расположенных на территории муниципалитета. Объединение создано для решения проблем, обмена опытом и реализации совместных проектов. Индустрия красоты оказалась среди наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В Ленинском городском округе несколько салонов вынуждены были закрыться. Но у этого бизнеса и сейчас есть немало сложностей в работе. Это не проблема одного салона. Кадровая зависимость, арендные платежи, разные нормативные документы, то есть только схвачено, только вместе объединившись, совместными усилиями они смогут победить те проблемы, которые у них есть. Поэтому, собственно, сегодня объединяемся. Есть лидеры, есть направления, есть люди, которым это нужно. Реагируя на ситуацию, предприниматели муниципалитета решили создать Комитет по развитию и поддержке индустрии красоты при Торгово-промышленной палате. Мы хотим познакомиться с бизнесом, который связан с индустрией красоты, потому что знаем, что у вас есть определенные проблемы, с которыми мы сталкиваетесь, и хотели бы в этом смысле разобраться и помочь вам в решении ваших вопросов. Возглавила комитет предпринимателей, член Торгово-промышленной палаты Светлана Федотова. Цель комитета, ну, наверное, во-первых, познакомиться, потому что бьюти-бизнес до этого как-то не был знаком между собой, мы не общаемся, у нас нет никакого взаимодействия вообще. Мы хотим создать такое сообщество сильных предпринимателей, которые по неким стандартам будут работать. То есть стандартизация – это одна из наших целей. В администрации Ленинского городского округа состоялось первое заседание объединения. В нем приняли участие владельцы и представители салонов и студий красоты. На совещании было рассмотрено несколько вопросов. Основная тема обсуждения коснулась роста конкуренции со стороны самозанятых. Представитель одного из СПА-салонов Екатерина Жукова рассказала, что эта проблема затронула и их центр. У нас у всех разные цены, у нас у всех разные уровни мастера, но мы объединимся и пойдем уже непосредственно научим наших клиентов не ходить домой, все-таки, а получать комфортную, хорошую, качественную услугу. Поддержать представителей бьюти-бизнеса пришел первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Я за то, чтобы вы процветали, чтобы вы доставляли удовольствие 50 человек в индустрии красоты. То есть все мы через это проходим, все люди, которые за собой следят, собственно говоря, сиделы. Поэтому это настолько красиво, настолько эффектно. Такие собрания будут проводиться на постоянной основе. На них предприниматели смогут оперативно решать накопившиеся вопросы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. У кинотеатра «Искра» начала работать традиционная ярмарка. А теперь, когда установилась теплая погода, шатер возводить не стали. И покупки можно делать на свежем воздухе. Тем более, что товаров стало там значительно больше. Как говорится, чего только нет. Прогулялся мимо продуктовых и промтоварных палаток наш корреспондент Максим Козлов. В отличие от стихийных рынков, которые можно встретить в самых неожиданных местах, на ярмарке у «Искры» и качество товаров, и условия продажи находятся под строгим контролем. А сама она проводится в соответствии с графиком, утвержденным Министерством сельского хозяйства Московской области. Мы, как администрация и Роспотребнадзор, и ветеринарный контроль ежедневно осуществляют мониторинг данной ярмарки. Мы видим, что здесь есть все необходимые санитайзеры, все необходимые меры защиты в связи с коронавирусной инфекцией. Также присутствует разметка по социальной дистанции. Ну и плюс все-таки покупки на свежем воздухе, как говорится, снимают некую напряженность. Все-таки это не в помещении. В отличие от сетевых супермаркетов, где товары некой усредненной кондиции, на ярмарке можно найти продукты не только по цене подходящие, именно вам, но и по качеству. Кроме того, здесь можно оставить заказ на товар, который кончился, и даже заказать его доставку. Это фермерские продукты, наши местные Ленинского района, где поселок Измайлово. Там, да, все натуральное, все по ГОСТу. У нас все так же под заказ, мы доставку делаем. Главная ценность для продавцов на рынке – покупатели. А потому не только продать, но и поговорить – святое дело. И люди отплачивают добром, возвращаются снова и снова. Они уже знают, что у нас есть, они определенно идут и покупают. Ну а много таких постоянных клиентов, наверное, лиц? Много. Валентина Владимировна – коренная ведновчанка. Она – опытный специалист. На рынке торгует овощами и фруктами уже более 40 лет. К выбору товара для продажи относится строго. Знает даже, как идут дела у сельхозпроизводителей. В этом году самая лучшая продукция стала Ставропольский край. У них много теплиц новых. Краснодар запаздывает уже после них. Вначале сами пробуем, если это товары и серфикат у них прошел. Приезжают, пустите машины. Там обязательно берут пробу, серфикат 100% и мы берем для продажи. И такой подход к делу дает положительный эффект. Даже в будний день на ярмарке полно покупателей. Ярмарку посещаете? Да, бываем, конечно. А что покупаете с ней? Овощи, мед. В основном из продуктов. Сейчас вот конкретно пришла только за медом, потому что на столе круглогодично стоит мед. Ежедневно его употребляем. И вот здесь Евгений нас снабжает. Действительно, мед для Евгения Гришина без преувеличения дела всей жизни – семейный бизнес. За долгие годы он постиг все секреты производства этого непростого продукта. Я уже здесь работаю, видно, около трех-четырех лет. Мед от производителя. У меня отец занимается медом, дед занимается медом, тесь занимается медом. Это вот привозим население, можно сказать, из первых рук. И самое главное, ради чего стоит идти на ярмарку – экономия. По оценке специалистов, она может быть весьма ощутимой. Надо соотносить цену и качество, однозначно. В данной ситуации где-то процентов 15-20, на первый взгляд, мы видим разницу с тем же самыми сетевыми магазинами, расположенными в шаговой доступности от места проведения данной ярмарки. Весна – пора обновления, а значит самое время обратить внимание на гардероб. Побродив по продуктовым рядам, нужно обязательно заглянуть и в отдел, где продают одежду, обувь и аксессуары, как российских, так и зарубежных производителей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Создание совместного проекта для привлечения внимания к чтению книг еще никогда не было таким увлекательным. В Центральной библиотеке города Видное произошел настоящий перформанс. Зарядиться сказочной атмосферой могли не только посетители библиотеки, но и случайно оказавшиеся рядом люди. Окунуться в настоящий перформанс помог Максим Баталенко, руководитель театра-студии «Маска». Участники театрального коллектива представили проект, цель которого была поднять читательский интерес взрослых и детей, а также продемонстрировать новый способ общения. Перформанс – это некое свободное взаимодействие со зрителем, которое, с одной стороны, имеет конкретную задачу, но, с другой стороны, подразумевает немалую свободу действия его участников. Это живое общение, в котором участвуют просто люди, люди с улицы, грубо говоря, и актеры, находящиеся в образах. У самой библиотеки играла музыка. Герои встречали гостей, раздавая пригласительные с популярными цитатами разных писателей. Жители с радостью приняли такой формат общения и с удовольствием соглашались зайти в библиотеку. Здравствуйте! Здравствуйте! Книга – это лучший подарок. Книга – это самое главное. Приходите к нам в библиотеку. Вот сюда? Да. Спасибо. Мы придем к вам в библиотеку обязательно. У нас тут часто весело бывает. Книга – это лучший подарок. Приходите к нам в библиотеку. Иду. Иду к вам в библиотеку. Конечно. Помимо интересного общения в виде перформанса, уже в стенах библиотеки можно было сфотографироваться с героями мероприятия, послушать игру на гитаре и попробовать себя в рисовании. Я вообще никогда не рисовала, и это совершенно далека от этого. Но после того мастер-класса я поняла, что это достаточно интересно. И можно попробовать каждому, и даже нужно попробовать каждому, потому что ты никогда не знаешь, как в процессе творчества вообще раскроются твои способности. Привлечение внимания к литературе и библиотеке – призыв к живому, необычному взаимодействию абсолютно разных коллективных объединений города. Именно для этого и был организован так называемый челлендж. Челлендж – это тоже такое новое слово, но на самом деле оно обозначает призыв повторить то, что делали мы. То есть какие-то группы молодежи, увидя вот этот вот перформанс, возможно, соберутся, придумают какую-то еще интересную форму, снимут ее. Вот так, прогуливаясь по городу, и вы можете стать участником интересного мероприятия. Виктория Кошиняну, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ В историко-культурном центре новая, в прямом смысле, космическая выставка. Открывшаяся экспозиция под названием «Удивительный мир космоса» посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Приобщилась к прекрасному и наша съемочная группа. Космические пространства, заснеженные вершины Гималаев, буйство красок и игра света и тени. Новая экспозиция в историко-культурном центре под названием «Удивительный мир космоса» завораживает с первого взгляда. Красивые, яркие картины, конечно, они такие наполненные, как-то чувствую, что художник хотел передать вот эту глубину какого-то такого вселенского масштаба. То есть очень интересно, красиво все, ярко, завораживает. Я восхищена цветом. То есть я не ожидала, что выставка настолько яркая получится. Ты смотришь на эти работы и вместе с ними хочется взлететь. Большинство работ принадлежит кисти московской художницы-космиста Марии Ивановой. Свою первую серию картин «Великие Гималайи» она создала после знакомства с творчеством художника Николая Рериха. После гор был следующий этап. Это был уже космос, уже более углубленное такое изучение, познание космоса. Не только материально, скажем так, а именно единство космоса и человека. Для выставки художница предоставила 50 картин не только из циклов «Великие Гималайи» и «Единство космоса», но и работы из новой серии «Энергия музыки». Два таких мощных направления, живопись и музыка, я попыталась соединить в своих картинах. То есть через свой внутренний мир я пропускаю эту музыку классическую, великих композиторов, Бах, Бетховен, Моцарт, Вивальди. И это дает какой-то неповторимый рисунок. Также в экспозиции есть работы, созданные Марией с помощью эпоксидной смолы. Это восьмая по счету персональная выставка живописца и первая в «Видном». На выставке представлены как работы самой художницы, так и юных видовчан. Около 40 художественных и столько же предметов декоративно-прикладного творчества. Работы детей, учащихся от детских школ искусств и художественных кружков, и библиотеки, и энергии. И большой шанс для детей представлять свои работы в одном зале с профессиональным художником. Виновская детская школа искусств передала для экспозиции 26 работ учеников и 3 работы преподавателей. Мы предоставили ребятам полную свободу творчества. Единственное, что мы им сказали, это космос и то, как вы понимаете эту тему. Поэтому работы получились, я считаю, очень личные. Каждый по-своему воспринял эту тему. Материалов тоже не ограничивали. Это и живописи, и графика, акварель, гуашь, смешанные техники. Ученик Витамской Дыши Иван Королёв для выставки создал сразу две картины. Я изобразила ракету, летящую вперед в пространство. Тут изображены планеты, которых, можно сказать, никто еще не изучил. Приятно очень видеть, когда твоя работа находится рядом с работой мастера. Есть также на выставке и информационный блок, где можно ознакомиться с документами, фотографиями первых космонавтов и узнать интересные факты о полетах. Словом, всем любителям космоса, как говорится, обязательно к посещению. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова